Всем привет на канале Sound Illumination. Сегодня видео сделаем как видео инструкцию к нашему Догспоттеру, потому если у вас нет собаки и вы абсолютно этим всем не интересуетесь, можете смело проходить мимо. Всем остальным хочу сделать маленькое видео инструкцию для того, чтобы те люди которые хотят купить или уже купили поводок Догспоттер для коррекции собаки могли сразу же как бы понять как им пользоваться без дополнительных там консультаций звонков и все остальное и так поехали первое для того чтобы начать им пользоваться естественно его надо надеть. С двух комплектующих состоит, то есть поводок вам пока не надо сам по себе ошейник одеваете четко на собачку аккуратненько. У собаки есть три зоны чувствительности на шее, куда вы одеваете свой ошейник. То есть первое это вот прям под ушами сейчас вот здесь вот находится, вторая вот по центру и третья самая нечувствительная это когда вот упирается прямо прямо у шеи. То есть вот так вот тут находится. В Догспоттере специально сделано так, что вот этот вот фиксатор, вот он, он бегающий, туговато ходит, потому чуть-чуть надо силы дать, но это вам дает то как бы что хорошо фиксирует то кольцо, то положение которое вы поставили. То есть вы ставите допустим для максимально четкой коррекции собаки, для максимально хорошей ее чувствительности вашей коррекции, ставите в ушную зону, прям подушки, вот, прям подушки. Поставили и фиксатором прям подтянули, чтобы оно находилось как бы хорошо фиксировало и никуда оно не спадет вот. В то же самое время не забудьте проверить, чтобы в обычном спокойном положении не поддавливало. То есть пальчик поставили, попробовали, если все хорошо, все хорошо. Когда вы позанимались собачкой, коррекция намного лучше как бы делается, позанимались собачкой для обычного повседневного выгула, вот так вот ставить не надо, не обязательно, можете прям самый вниз или по центру, то же самое, отпустили, зафиксировали как вам надо. Все, вот здесь вот он находится, опять же таки проверили, чтобы не поддавливало, это я очень сильно, чуть-чуть назад, проверили, чтобы не поддавливало, все. То есть есть три зоны, вот этот фиксатор позволяет на всех трех зонах фиксировать собаку. Второе, ваша коррекция поводком должна быть не тянущей, как видно на видео, эта коррекция ничего не дает. Собака, во-первых, противодействует и тянет в другую сторону, во-вторых, вы ее постоянно душите, особенно таким поводком, и в-третьих, собака без ощущения поводка будет абсолютно неподконтрольной вам. То есть для того, чтобы было все намного более взаимопонимающе с вас собакой, посечки вашей коррекции должны быть именно рывочками. В таком случае вы даете сигнал только, когда собака делает нежелательное для вас движение. Во всех остальных ситуациях собачка не чувствует поводка, он, как видно на видео, в свободном положении. В то же самое время собака не привыкает чувствовать постоянную натяжку, и если вы пользуетесь именно докспотером, то ваши рывочки будут намного лучше ощутимее собакой, в то же самое время без этих рывочков не будет никакого ощущения вообще. То есть собачка дисциплинирует сама себя. И третье, в любом случае, когда вы применяете докспотер, не надо забывать о том, что эта коррекция идет более ощутимо для вашей собачки. Потому не надо злоупотреблять докспотером. Через какое-то время в ваших дрессировках и повседневных выгулов собачки начинайте применять обычный ошейник. То есть на шее у собачки используйте как докспотер, так и обычный ошейник. Если у вас все хорошо, собака ведет себя нормально, не рвется ни на кого, не агрессивно, то вы как бы дали ему чуть-чуть коррекции, дали ему чуть-чуть ощутимости. Переключайте, докспотер это вам позволит. Карабинчиком отстегнули, переключили на обычный как бы ошейник. И никаких проблем. Как только собака начинает себя вести опять как бы там не культурно, не воспитанно, дали ему как бы там какое-то время опять ощущение более лучшей коррекции. В этом, ну как бы, этим вы добьетесь, во-первых, и собачка лучше будет ощущать вас, в то же самое время не будет все время чувствовать себя только вот так вот комфортно, да, то есть как бы только вот так вот она вас слушает, а обычный ошейник, у вас опять те же самые проблемы появляются. Вот, это первое. А второе, как бы вам тоже, как бы руки постоянно будут, допустим, на ошейнике, через какое-то время руки уже будут непривычны, будут уставать. Когда вы переключили на какое-то время, дали опять ощущение коррекции, потом опять переключили на обычный ошейник, все будет опять отлично, никаких не будет вопросов. Вот такие вот три момента использования докспотера. Я надеюсь, это видео вам поможет более лучше разобраться, как в коррекции собаки, как в вопросе коррекции собаки, так и вообще, как бы взаимопонимания достичь с собачкой вашей. В любом другом случае, если будут какие-то вопросы, обращайтесь к ребятам, контакты их будут в описании к этому видео, они с радостью ответят на любой ваш вопрос. Спасибо всем за внимание, до новых встреч в эфире, с вами был Игорь на канале Sound Illumination. Пока!